кстати помните мы в прошлом выпуске говорили о структуре фнб до национального благосостояния что фонд друзья делятся на ликвидную части не ликвидно так вот то ли так совпало то ли нас действительно смотрят счетная палата опубликовала результаты проверки фонда национального благосостояния значит расходы из которого курирует минфин выяснилось что ликвидная часть валерь меч составляет 9 триллионов 346 миллиардов это семьдесят девять процентов от общей величины фонда и неликвидная часть 4 триллиона 317 миллиардов по формулировке счетной палаты это мертвые деньги которых нет наличия наши любознательные зрители возможно нас спросят где где они а ну да объясните чем чем эти деньги можно конечно значит часть денег пошла в инфраструктурные проекты ржд а ржд сейчас сотрясают скандалы о нецелевом использовании давайте мягко сформулируем этих средств часть отправилась в веб господину шувалову часть на выкуп акции аэрофлота куда еще валим автодора автодора так акции или что там у них автодора облигации по не помню облигации автодора в общем это мертвые деньги действительно что это не ликвидная акция друзья самое пикантное в этом то что задача значит фонда национального благосостояния гарантировать обязательства пенсионного фонда валимич давайте вспомним заявление силуанова по пенсии в последнее время военным значит индексацию пенсии отменить накопительную часть заморозить то есть что происходит то есть значит в деньги можно описать образа так комбинация из трех пальцев по поводу пенсии как-то это не эстетично для министра финансов да вполне в получил указание экономить и экономит справляется ну то есть как бы вот эти вот нормативные документы которые ну то есть обязывают да минфин исполнять пенсионные обязательства перед гражданами это из того же разряда что знаменитая 75 статья конституции который предписывает центральному банку держать национальную валюту в стабильном состоянии приблизительно тоже бумага мягонькая такая да приблизительно там феточка да новая конституция будет выходить на мягкой бумажке в рулонном исполнил александр георгиевич и вы будете выбирать для себя любимую статейку но вы же но вы же предположили что ее при придется все равно перри не просто это не будет она будет момент политического кризиса автоматически отменена произойдет возвращение конституции 93 года сначала потом будет принято новая конституция и все законы по жизненным статусе сессии в сенате а гарантия все будут отменены все а эти все законы то есть эта правовая надстройка которую вырастает из этого чудовищного плебисы то принятие новой конституции она вся будет раскассирована вы уже правда конечно частично ответили на мой следующий вопрос но все-таки я его сформулирую отдельно вот возвращаясь к вот этой вот проверки счетной палаты фонда национального благосостояния что алексей леонид все-таки играет в какую-то свою свою игру да он знает что ему прочь от места антикристного менеджера вот есть шанс сбыться в большой великой мечте стать премьером российской федерации только в прошлых выпусках валерий дмитрий пожаловались пожаловались мы с вами что сергей александрович белановского не слышно тут как тут как тут он посмотрел наш выпуск я надеюсь смотрит он реально выше иногда да так вот он опубликовал довольно таки большой пост в фейсбуке по сути это программная статья которая называется о последствиях транзита российской власти валид мечт вот этому точно стоило посвятить отдельную передачу белановский интересно пишет он пишет просто и и откровенно это большое два больших и умно это вот три колоссальных достоинства тезис номер один предлагаю вашему вниманию россия находится в сложном социальном политическом и экономическом положении это создает риски внутренней дестабилизации и ситуация осложняется возможным транзитом который по ряду признаков может произойти скоро что под этим ввиду имеет ввиду белановский не знаю давайте сразу скажем он имеет ввиду вот то что я и рассказывал сегодня вот это и есть транзит вот мы с вами признаки какие он увидит ну я поняла что вы за него не можете ответить ну почему я предполагаю небезосновательно что сергей александрович увидит как ведет себя президент этого достаточно чтобы прийти к некоторым вполне подчеркну обоснованным вели выводом а если интересует более глубоко так сказать медицинские что ли описание вот пожалуйста генерал свр написал какие медицинские основания пишет о неком гражданине он не упоминает благоразумно фамилии но знающие до сапиентис атомному достаточно ну вот вы знаете многие на политологи в частности сошлюсь на бориса пастухова считает что сценарий транзита это такая рискованная схема для действующего президента почему потому что в новейшая история постсоветских территорий как говорит пастухов четырех случаев из пяти преемник начинал преследовать своего как говорят в украине по переднику технический президент путин может оставаться на своей должности поправьте меня если они правда тридцать шестого года судя по форму россии зовет бодро весел раньше подобно зачем мы имела то подобранная комбинация препаратов какая то то что то есть если правильно подобрана антидепресса конечно ну что об этом надо в комментариях ребята вы там не не преувеличиваете не сгущать пусть люди научатся смотреть и пусть поймут что цель телевидения затуманивать мозги и что телевидение это не отражение реальности если наши зрители этого до сих пор не понимают это честно скажу уж извинить ваша проблема это ваша проблема я помню кстати как я-то сам на телевидении не имел честь бывать но давно мало алексей сергевич и моего друга дорогого не упоминали так вот он не раз неужели лапушкин да 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 волосы просто раз переживали что-то мы его лапушки на труда задали ну я дружим друзья вы уж меня простите когда дружишь с человеком поминаешь его часто не злым тихим слова да 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 вот он поделился со мной впечатлением от посещения центрального телевидения чисто такие бытовые зарисовки он говорит слушай когда меня там загримировали от меня в общем то остались только очки потом я хорошо помню что испортил два своих костюма потому что я был неопытен а мне надо было бы конечно сразу попросить салфетку и все это себя стереть это въедается это правильно ну так вот телевизионная картинка и реальность это не одно и то же нет это совсем не а сколько это разрывные вещи они очень отличаются они очень если еще поработать там но это оператор вам расскажет как как это делается еще с изображением я не имею да только с объектом еще самим изображением с технической стороной то вы получаете совсем другую реальность и надо это просто понимать давайте вернемся к статье друзья значит сергей александрович там что характерно подводит итоги правления владимир владимировича путина значит я так мягко сформулирую что тоги он оценивает как негативные правда оговаривается таким образом что не все не все проблемы которые сейчас перед нами стоят они связаны как бы вот с деятельностью президента есть объективный конечно это правда но так или иначе в следующем политическом цикле новая власть кем бы она ни была может быть это будет преемник может быть это будет какая-то не системная власть точки зрения нынешней системы она так или иначе столкнется со всеми со всеми этими проблемами разом и ей будет совершенно не легче возникли не по вине путина не по вине путина и власть новая власть она будет находиться в неких таких временных ножницах значит между тем что народ уже хочет изменение просто вот немедленно здесь и сейчас а если даже прийти разумные таскать экономические решения все равно пройдет какое-то время когда люди почувствуют вот реальное улучшение я с этим тезисом белановского честно говоря не очень уже не согласен и вообще не согласен вот именно с этим тезисом насколько я знаю если отменить ряд ограничений для мелкого и среднего бизнеса экономический эффект серьезный будет уже через полгода возможно чуть чуть быстрее но я бы взял за все-таки реалистичку оценку полгода это первое второе для новой власти ключевой проблемой станет коммуникация то есть это установление отношений доверительных отношений с обществом люди должны знать что делает власть для чего она это делает на какой результат она рассчитывает что она может сделать а что не может что быстро что медленно честность лучшее политикой особенно для общества находящегося в такой плохой психической форме как российская и третье вот о чем пишет сергей я читал естественно этот его пост и перепостил и он собрал обидно урожая сдавить в виде перепостов что изменить внешнюю политику можно тоже довольно быстро то есть если ряд сфер которые мы можем изменить довольно быстро и получить ощутимый эффект и экономически и морально психологически некоторые вещи да будут меняться со временем скажем на правовую реформу уйдет время безусловно уйдет на восстановление не реформирование восстановление здравоохранения образования уйдет не меньше десяти-пятнадцати лет на разумное электоральное поведение вообще несколько политических циклов но тоже 10-15 лет я думаю что в 10-15 лет мы уложимся ну что-то можно сделать очень быстро и получить заметный экономический эффект конце концов на то чтобы отказаться от машин с мигалками потребуется 20 минут то есть машина с мигалками будут только у четырех пяти человек в стране до и у оперативных больше ни у кого больше ни у кого машин с мигалками не будет и какой зато колоссальный символический выигрыш правда работать можно в машине вы знаете как сейчас машина оборудования коммуникации вообще никаких проблем вертолет в конце года с документами с документами проводить там какие-то даже рабочие совещания нет никаких проблем сейчас с этим помните кстати мы ругали с вами мишустина за то что он какие-то деньги тратить на борьбу с воронами на крыше белого дома выяснилось он просто на работу прилетает на вертолете и птицы могут попасть двигателя ну вот поэтому это не на ворон и ненавистник это вопрос безопасности такого вида перевозки надо отдать должен беречь надо соловьев соловьев надо беречь с воронами можно и побороться соловьи для нас важно ворон сакральная птица в северной традиции валили я бы все я люблю всех птиц независимо я понимаю я хорошо я вас понимаю но к соловьям отношусь подъявит нас поражите 3 подчеркнутые с любовью красиво пою я не веду птицы естественно друзей за мыть неказистые но сладкогаловцы только положительная ассоциация с этой птицей но вот все-таки белановский предполагает что неотвратимо вот подчеркивает слово возникнет недоверие к следующей российской власти и это будет доминанты обще общественного отношения к власти на долгие годы он так предполагает подозрение в отношении власти да будет востоке это правда да хотя кто знает я не исключаю что вот те шаги которые назвал и которые будут окрещены популистки я считаю что безусловно необходимо именно такие популистские шаги могут вызвать и восторг и доверие но с моей точки зрения стратегически недоверие в отношении власти идет на пользу потому что заставляет власть искать общий язык с народом понимается очень хорошо понимаю вот мы уже давно я живу я бы очень хотел чтобы новая власть боялась но боялась не президент она боялась людей только такая власть окажется устойчивой и эффективны это очень важно понимать поэтому я считаю что смена власти через потрясение это выгодно в конечном счете стратегически это выгодно потому что без страха не страха божьего а без страха человеческого возмездия здесь и сейчас мы эффективная власть в россии никогда не построим вот кстати я вам хочу сказать там в этой статье сергей санджи затронул довольно таки щекотливый момент но я тоже о нем задумался он сказал о том что у нас так незаметно сформировался культ личности первого лица я всегда знаете не одумевал от чего вот никому в голову допустим в той же самой франция не придет сказать что-то вроде того что без макрона франции не будет согласитесь смехотворное просто утверждение почему у нас на так вот это вот это лоба расшибательства и пусть и ну это было бы у нас с вами очень интересная но казуистическая беседа там эмоционально секс курсами высоты все очень просто вот понимаете на таком поверхностном уровне может быть даже очень по все просто если у вас нет конкуренции вот у вас нет конкуренции вода да то и вы зачистили пространство от любых там и равнозначных равновеликих то . превращается в эльбрус эльбрус недосягаем да вы знаете плюс приходит я в несколько раз об этом говорил и подчеркнуть что это правда люди начинают свои беседы с вами со слов и гений ну вот александр девич ну давайте честно если к вам будут приходить я не поверю ползавали дмитрий как я через полгода через полгода через полгода вы начнете вы мне не дадите такой возможности и семья мне него а вот правильно правильно что найдется всегда чек который вас помните как и да да вот за триумфатором триумфатором стояга чек сперте момента море да вот помни человек смертен вот если бы такие люди напоминали постоянно а главное напоминание это конкуренция конкуренция публичная дискуссия публичная критика для этого поэтому нужны независимые масс-медиа это не вопрос даже демократии это вопрос эффективности функционирования системы нужна конкуренция необходимо разделение властей необходимы независимые медиа и конечно независимый суд безусловно иначе система неэффективна это игру еще раз это не вопрос то вам нравится демократия вы предпочитаете другой стиль правления для эффективности нужно конкуренция открытость нужно для эффективности независимый суд вы прекрасно знаете нужен для экономической эффективности и для того чтобы было доверие к стране было доверие к институтам кстати вы сейчас очень об очень важной вещи сказали о зачищенности вот этого политического поля дмитрий николаевич демушкин был гостем моего канала на прошедшей неделе он сказал на мой взгляд такую заслуживающую внимание вещь о том что в условиях вот если вот вот этого вакуума до или стерилизованный такой зачищенной политической поляны появление любого нового лица на ней произведет фурор ну собственно говоря и грудинина и на одну даст все там груди давайте начинать помните с прохорова прохорова с компания чем михаил прохоров кружок появился на куршевель до ее мобиль появился слушайте и сенсация сразу же люди нуждаются в новизне в новых лицах потом навальный на выборах московского мэра вы вспомните какой был бешеный успех у него вопреки всей и всяческой социологии просто бешеный успех потом спрос на грудинина сейчас на того же навального на любую альтернативу спрос как становились там с кандидаты статисты губернаторами в российских регионах за фургала то как хабаров сходят давайте упомянем что люди выходят до сих пор несколько тысяч человек каждые выходные каждые выходные до новая российская история просто вот беспрецедентная поддержка и обращались респект вам за такое политическое и стыд россии что она не может вас поддерживать стыд и позор но вот с удовольствием скажу что наши товарищи по движению перемен они в субботу организуют ряд акций поддержку фургала они будут и в хабаровске выступать естественно вместе со всеми но еще в ряде городов я завтра напишу в карте валим еще кстати важный момент простите меня ради бога я забыл включить вопрос о создании вами движения перемен в нынешнем скажите пожалуйста пару слов коротко что это мы создаем точнее мы создаем уже находимся в начальной стадии организационные 28 октября я объявила создание движения перемен это не иерархическая гибкая организация которую не предполагает формального членства где коммуникация идет через телеграм-каналы и это организация будет инициировать и поддерживать любые позитивные гражданские политические практики к сожалению набор этих практик сейчас особенно еще из пандемии очень ограничен но тем не менее кое-что можно сделать вот наши товарищи проводят разрешенный пикет на экологическую тематику в казани они будут выходить в воронеже они будут выходить в петербурге в субботу и они будут естественно участвовать в хабаровске и мы надеемся что мы сможем обеспечивать региональные группы они создаются самими участниками то есть никто ничего не приказывает обеспечивать их какими-то агит материалами предлагать идеи для обсуждения и для реализации и таким образом мы сможем довольно быстро распространиться на всю россию когда мы проводили дни перемен вот последний был когда меня задержали до 19 сентября всем с городом участвовал всем с городу это немало в августе в 15 августа мы проводили день перемен было 50 городов а уже 19 сентября через месяц 70 и были места вот как в москве где около 1000 человек вышло это совсем неплохо согласитесь учитывая дамы нынешние да ну люди заняты раздавленное до раздавленное такое раздавленное общество его депрессивное самоощущение выходят от нескольких человек несколько десятков до вот тысячи тем не менее знаете не прошло и нескольких часов после того как вы объявили о создании на об этой своей гражданской инициативе я получил несколько звонков с просьбой о коммуникации с вами на предмет ну замечательно конечно будем мы готовы сотрудничать обинет со всеми хочу подчеркнуть что движение это не политическая партия то есть она открыта для людей любых политико-идеологических взглядов и цель очень простая добиться изменений сейчас а уже потом на выборах учредительных мы расходимся по политическим организациям и конкурируем но это будет честная открытая конкуренция сейчас нас всех объединяет одно невозможность дальше жить и развиваться в такой ситуации которой в россии возможность до невозможность до развиваться и это это еще и моральное ощущение психологическое так жить нельзя действительно вспомнил анекдот на эту тему звонок в комус ну кто не знает друзья это организация которая торгует конс принадлежностями и бумаги аксессуары да да алоэ это комус да что вы хотели мы хотели на нашу организацию закупить настенные календарь и на 21 год да вы ботинка оптимист ну хорошо информирован реалист если говорить серьезно все-таки возвращаясь к вот этим ножницам который обрисовал белановский на между . всего что делать с потерей терпения народом вот валерий меч мы с вами абсолютно сошлись во мнениях что если действовать энергично и радикально вот можно с завтрашнего дня улучшить ситуацию практически в течение нескольких дней но если такая готовность если такое понимание у следующей генерации политиков что придет а это зависит от нас александр ключ нет от нас зависит какой был следующий генерация политиков от нас вами в том числе и от наших зрителей можно ожидать вот как мы с вами сидим на роскошном кожаном диване а можно в этом процессе участвовать движение перемен это одна из форм участия участвовать надо я почему так долго сегодня говорил о тех политических пертурбациях кардинальных которые нас ожидают это шанс повлиять это шанс это уникальный шанс его не было 20 лет не просто повлиять на свою судьбу вообще историю россии изменить наконец-то кстати на раз уж мы говорим о социологии до в лице сергей александрович просто не могу об этом не упомянуть дмитрий демушкин мне сообщил очень интересную вещь мы с вами как раз прошлый раз говорили о том что о кривом зеркале современной официальной социологии у меня сказал очень интересную деталь я не знаю знаете вы об этом или нет вот если мы с вами говорили учредили бы партию любители чего виски на виски до виски и джина с фракции фракции любителей в этом внутри джина вот и мы бы обратились ну допустим к леваде центру с просьбой померить социологию как дома люди относятся левада бы вне всяких сомнений профессиональные точно выполнил бы это исследование но как утверждает демушкин в договоре между ними и нами было бы одно условие с их стороны эти данные нельзя публиковать ссылаясь на леваду потому что в официальных рейтингах левада партия любителей виски имела бы совершенно другой процент вот как говоря помните мы говорили у партнеров наших двойные стандарты как давно в социологии эти двойные стандарты я не знаю что было бы в договоре я я просто с этим не сталкивался не могу судить но честно но сам факт интересный согласие если это правда да то это интересно но я бы этому нисколько не удивится но и но я не знаю я не вижу в этом никакой сенсации я просто не знаю это правдивое утверждение или она не вполне соответствует действительности я не знаю мне не было шанса проверить я не ставлю по словам и не слова демушки демушкина не репутации левады у меня нет для этого какие выводы делает белановский значит мне кажется весьма любопытно но в результате транзита имеет шанс реализоваться вы об этом уже сказали только изменить быстро реализоваться только изменения во внешней политике валидович на ну и понятно для правда конечно такой внешней политики нас просто просто никаких ресурсов все вопросы связанные с экономической реформы правовой реформы там вопрос федерализации при всем при том что народ как говорится требует но с точки зрения белановского это не имеет шанса реализоваться быстро поэтому итог нас ждут трудные времена и надежда как говорил карамзин пережить эти времена без распада государства что не густо в плане надежд сергей александрович питается думаю в том числе в том числе как в других направлениях если речь идет о масштабных и социальных реформах да быстро не получится некоторых вещах быстро но некоторые вещи очень быстро главное для нас будут запустить устойчивый длительный экономический рост этот рост можно запустить и тогда уже новому правительству будет гораздо легче и настроение людей и людям главное станет легче и сама правительстве людям станет легче они почувствуют плоды новой политики они их вкусят ну что как говорилось в фильме место встречи изменить нельзя накропим снежок красненьким это что друзья быть экстремистская аналитическую повестку на новостную но она тоже весьма такая интересненькая и остренькая позавчера президент путин прибыл в петербург для поднятия флага на ледоколе виктор черномыри помните валид меч как в мультфильме про чебурашку его строили строили наконец построил замечательно что построили ну как всегда путь этого проекта был тернист там увеличилась по моему в полтора раза его проектная стоимость по моему с 8 до 12 на виктор черномыдин рекордсмер среди судов своего класса он может ломать довольно таки серьезные льды но как всегда госмашина сэкономила на этих очкариках этих ученых до оптимизировали же не только медицину но и наука вот если бы их спросили они бы сказали что исходя из трендов потепления климата в актике вот сейчас все в мой путь он не затянулся льдами хотя казалось бы по прежним временам уже давно должны были стать льды и суда такой мощности и того такого класса ну так люди осторожно говорят будут иметь весьма и весьма ограниченное применение а значит зачем тратить столько денег на на такое мощное судно можно было пенсионерам на вот подкинуть как говорил незабвенный виктор степанович да ну что хотели как лучше до валидович получилось как это мяч ну тогда когда корабль проектировался до ситуация думаю и климатическая думаю что и на самом деле брали в учет могла выглядеть иначе а то направление вот все морпуть и вообще движение в арктику для россии считается стратегическим то есть это одно из ключевых направлений россии это как раз тот момент когда как я думаю ледокол проектировался это шло одновременно вот с выработкой этой политики арктическая политика россии россия очень активно в этом направлении считают что там много много важного вот это ресурсная и база новая и транспортный путь очень важный это это гораздо более удобная логистика да 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 восточной азии совершенно верно из этого исходили что возможно такой ледокол потребуется потребуется он или нет не знаю просто но если что братья ротенберги будут замораживать воду а ледокол будет ледокол будут сквозь эти торосы про прорываться прокладывать помните было в советские времена такая шутка кто-то канаву откапывает за ним идет ну да да ну помнишь там оксана георгиевич известная собрать армейского хюмора копать до забора забор и добит в соединении пространства и время так что я бы не исключил никакого варианта я думаю что корабль такого класса все-таки потребуется может быть будем короткий путь как-то еще куда-то к северному полюсу прокладываться ну что ж валимич не все нам критиковать давай не порадуемся задержава ледокол плену это замечательно что есть корабль такого класса двигатель степана черномордина вы знаете выглядит почти родным на фоне нынешних вурдалаков так если честно я незадолго до смерти имела возможность им пообщаться и поговорить и как он на вас личное впечатление про он очень обаятелен он он очень обаятелен с острым умом их не очень понравилась его большевистской прямота вот в оценках воспоминаниях ну ему уже особо видимо бану не то что особо бояться было нечего произвел на меня высшей степени позитивные человеческое впечатление понимаете еще раз на фоне нынешних биороботов называемых технократами это конечно глыба живой живой человек абсолютно живой с живыми реакциями в общем с пониманием всего происходящего ну и уж не говоря о том что мастера острые шутки и меткого слова а я всегда высоко ценил и продолжаются не чувство юмора как вы считаете вот собирательный образ черномырдина отвечает образу все-таки но людям он нравится нам такой как бы русский такой боярин все познается все равно извините за банальность еще раз вот сравнивая его с нынешними конечно безусловно симпатия в его пользу у меня такие же ощущения извините воспользовался служебные естественные кстати на сетевые острословые в комментариях зададут этот вопрос наверняка под сетевыми острословыми я имею ввиду эльмюрида анатолий несмеяна сказали что сейчас когда президенту поехал в питер самое главное не выйти с каким-то онлайн совещанием из сочи а кто на самом деле ездил в питер ведь общее звезды нет у него как раз была возможность ремиссия была кратковременная когда можно было совершить выход к публике все это не просто очень удалось не удалось на уж надо показать городу и миру это очень важно что он контролирует продолжает контролировать ситуацию через чрезвычайно важно показать это ну в общем в мире я хочу сказать что то что мы говорили сегодня в передаче это не секретный для британского правительства не для американской администрации неважно старой или новой не для правительства германии все прекрасно знают раксон георгиевич это просто секрет для российской публики не самую свежую новость хочу сообщить тем не менее она как раз легла в интервал между наши сегодняшние последние программами в нескольких европейских странах германии во франции позже к ним приснилось в британии объявлен частичный локдаун на месяц закрытую веселительные учреждения но не экономика в цену не экономика и кстати учебные заведения по крайней мере в британии не закрываются вот что привлекло мое внимание валерий дмитриевич ну кто о чем былёв об экономике канцлерин минус канцлерин да да обещала предприятиям которые попали под ограничение компенсировать им семьдесят пять процентов их месячной выручки не в кредит не там значит вот как у нас это все решалось ну так можно по карантине те хочу сказать ну все равно это не очень хорошо они предпочли бы работать но это мощная экономика германская до самых мощных не вот скажите мне пожалуйста у меня вопрос собственно говоря в этом заключается на что как говорится гуляет немецкие товарищи я поговорил с экономистами они меня посмотрели как на ребенка и горит сашину франции как бы то нет же мощный канал да им денег занять под долгие такие деньги что отсюда не видно и под такой мизерный процент раз таки есть вот мы с нашим с нашей этой кубышечкой из которой как я понял 20 процентов уже куда-то усушил тряслось все таки вот вот этот вот подход то есть экономика у нас обескровлено да да но горды и ногу на гордое мы себе это полагаемые за голой задницы сейчас допустим сейчас эпидемии поберечь нет я думаю что мы могли бы кое-что позволить могли бы но деньги все равно берегут на более тяжелый случай берегут и берегу том числе потому что высшее руководство рассматривает как вы называете кубышку родина как свои личные деньги вот очень важно понимать это личные деньги верховного руководства россии ну и какие ограничения вводить в нашей экономикой же прекрасно понимать ракса горячим она валюты и тут локдауны мне вообще и вашего мнения достаточно но я все-таки вспомню наш с вами очень знакомый но то василина зубаревич она высказа всегда она высказывается в цифрах конкретные без обиняков что вот давайте я процитирую локдауна не будет экономика не выдержит 1 локдауна хватило выше крыши сказал зубаревич который обычно не не прибегает к таким народным выражением значит она данные по экономике знаю только по август они кстати относительно приличный но она предполагает то есть виде тренда что и в сентябре и в октябре и до конца года произойдут ухудшения она прогнозирует к концу года долги регионов больше двух триллионов и это уже я говорю по моему это чревато потери управляемости в регионах потому что на бюджетах регионов находится бюджетники врачи там учителя правоохранительные органы администрации вот если финансовая ситуация продолжит ухудшаться вот что что будет ну в москве понятно ее продержат и здесь и коек есть достаточно там и тогда что будет да наплевать да наплевать что пролетарской при главное главное чтобы люди не восставали все начнут восставать допустят на них росгвардию больше власть ничего не боится и наплевать вполне серьезно насколько этот инструмент вот сколько можно сидеть на не на штыках да как говорил наполеона на дубинках дубинка это какое-то время но мы не знаем насколько но кажется это время длительным пока не увидим массовую реакцию дальше вот когда начнется я думаю у нас не так как беларуси пойдет решительно решительные товарищи вот как да я думаю что решительно у нас никто на лавочке без обуви вставать не будет будут брать лавочки да много чем могут начать в руки ну что сказать веселые времена нас ждут весели брат часы настало ну так мы же сами к этому шли шаг за шагом не надо снимать ответственность сообщества мы терпели до маяли ждали 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 вот и дождались как-то в более ранних выступлениях зубаревич говорил о том что долги регионов в районе пяти триллионов это уже катастрофа федерального уровня то есть ничего с этим нельзя будет поделать и то есть ну по сути это будет гуляй поле такое финансовое правовое социальное так еще не так долго осталось дали ну есть пусы всегда можно потряски полковников помните как полковника захарченко полковника черкалина потряски губернатора вот у нас готовят уволить около 20 губернаторов потрясти их их на не увольнять надо потрясти может быть и долги региона в тот же уменьшится александр георгиевич как вы думаете но над сказали увольнение так сказать вот все что заработали отдайте ну вот и при всем уважении к головам пришел наторов голом и возвращаюсь возвращается но все-таки 2 триллиона 3 триллиона не ну слушай все может рублях то да ну что сам георги да ну что я вас уверяю 20 губернаторов нам обеспечат полтриллиона не нет никаких сомнений не малейш то есть это если как говорится как говорил герой одного романа популярного времена наши свои взять их за выми поддержать за выми да ну какой их их семьи точно совершенно долги сократятся на четверть так если вы говорите полтриллиона это как раз вот сейчас на данный момент вернее на август месяц по словам заболевич это ровная сумма выпадаю выпадающих доходов регионов как раз на пол триллиона они не добрали на выщительные надо просто браться за них давайте поговорим о чеке которого давно не вспоминали совершенно незаслуженно тот кого нельзя называть волан-де-морт нашей российской политики алексей анатольевич навальный выступил на собственном канале варить мячу до чего даже да может пропустим его артики очень серьезно с очень хорошим а не могу обладать что он подчеркнул он не первый раз говорит о том что значит санкции ими персональные санкции которые объявлены вот с кейсом навального он очень четко обозначил что это санкции не за него лично а за применение химического оружия в этот момент навальный выступил мне кажется как разумный политик отказавшись в общественном сознании связывать факт санкции против россии условно горит неважно что они персональные собственным именем но ходят слухи что может он остаться модератором особенно если вот придет новая администрация белый дом за кулисным модератором значит вот этих санкций на кого там надавить александр георгиевич то что навальный сделал грамотное политическое заявление безусловно грамотно это не дает основания предполагать будто он способен выступить роли модератора координатора санкции вот это абсолютно исключено и выводить санкции за него европейский союз категорически не хотел и поэтому эти санкции носили и носят пока такой символический характер не хотели они ладно хорошо тогда вопрос вам по специальности foreign policy foreign policy группа социологов возглавляемая денисом волковым это заместитель генерального как раз левада центра разразилась статьей на в которой отмечено что народные восстания прокатившиеся по постсоветским республикам имели в виду одну отличительную особенность это высокий уровень участия миллениалов это люди 81-96 года рождения и поколение z это люди родившиеся в 97 году тире в 2012 как не покажет страна согласно опросам за последние пару лет многие молодые россияне стали группой валидович которые наиболее недовольны политической системой в стране но как отмечает волков и соавторы наши миллениалы и z более аполитично чем их сверстники из советских республик и нес но все же несмотря на это авторы говорят о том что к 24 году эта группа способна сыграть серьезную роль во внутренней повестке и ну собственно говоря там внести свой футбол серьезный вклад превратившись серьезный вызов для действующей власти как оцениваете ну во первых события будут решающие разворачиваться задолго до 24 года это первое второе вообще-то это универсальная тенденция и мировая давным-давно истории известно что молодые возрасты или возраста но людям молодого возраста гораздо активнее участвуют революционных потрясений чем люди старшего возраста но это третье очень важно никогда и нигде ни в одной стране мира сама молодежь по себе не приводила к изменениям она способна выступить только в роли детонатора а решение решение исход политического кризиса критически зависели от людей возраст 35 плюс так это выглядит то есть это такая вторая волна политического наступления до сначала даст втягивается молодежь она это везде происходит александр это всегда так происходить собственно говоря мы это визит на майдане не так давно видит это с начала двадцатого века так происходит это это просто универсальная историческая закономерность более просто ближайшие волосы умным сам и совершенно муда майдан там вы можете белорусскую революции происходящее сейчас вспомнить но они выступают в роли детонатора но на майдане тут просто вот а потом уже втягивается втягиваются люди до старшего возраста именно они определяют исход политического кризиса помните там же в ноябре это мероприятие все почти сошло надо потом взяли из били студента до сказали 35 вот пожалуйста классическое развитие этой логики которые говорят те кто восемьдесят первом году родился это им сейчас сколько она им как раз по 40 лет по 40 по 40 лет вот этого 30 но это как бы миллион миллениал до 40 грани покидали потом как раз вот 35 вот те кому за 35 это решающая да но мы с вами это понятное дело сказать старые бойцы не знаем слова любви ну только к отечеству и к малой родине тоже и за ну а еще да давайте добавим а еще к виски прекрасным дамам вот так вот видите как расширяется то за лимич не вижу вот при самым противоречий никаких не или самый тяжелый внутри политической обстановки невозможно не любить виски невозможно не любить дам и совершенно эстетические глядя на них со стороны а вот в америке бы сошелся геще что вы бросаете вызов меньшинством заметьте но мы с вами консерватор что мы я бы сказал даже как это как американским то формулировка белые цисгендерные фашисты если не ошибаюсь но в антифу бы нас точно не запрещали не при каких обстоятельствах ну а уж было и клайв смотра и не очень не хотелось если честно это я уже третий раз по американским меркам загремел на пожизненное астракизм только моральный астракизм пока что ну может быть если президентом станет байден может они каждый законодательство изменит может придется публично на колени становиться так сказать давайте задействуем вас извинения чтобы меня все-таки при новой администрации америка у нас своя будет мы здесь был по-другому друзья хочу закончить на такой бравурный ноте выпуск получился бодрый и хороший значит валерий я приберег опять второй уже был нас белый рояль на этот раз черный рояль в кустах хочу процитировать на президента российской федерации вернее фрагмент его послания от 7 июля 2000 года это разве не запрещено еще документы нет это валили история таким образом пересматривая забрал не из хроника каша хорошо я думаю если бы уже бы вы может по-моему вы что-то карбонарская где хотите подрывное подстрекать раз меня читает президент сказал нечто такое то есть вот про что можно сказать согласен с каждой запятой были бы волосы встали бы дыр просто вот с тем что сказал владимир владимирович путин в 2000 году согласен с каждой запятой и так перестаю нагнетать друзья начинает цитировать серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая слабость россии возрастающий разрыв между передовыми государствами россии толкает нас страны третьего мира цифры текущего экономического роста не должны успокаивать мы продолжаем жить в условиях прогрессирующего экономического отставания основные препятствия экономического роста это высокие налоги загибаем пальцы произвол чиновников разгул криминала решение этих проблем зависит от государства однако дорогостоящие расточительное государство не может снизить налоги доходы бюджета во многом зависит от динамики цена не болит лично да серьезнее пожалуйста сейчас засмеюсь не смогу закончить этот мы проигрываем конкуренцию на мировом рынке все более и более ориентирующимся на инновационные сектора на новую экономику экономику знаний и технологии вот каждого слова можно выбить в граните это тот случай и за 20 лет ничего не изменилось вот можно вот вы сейчас произнесли актуально я бы да еще кое что новые технологии можно все все актуально все вот вот это мастерство управления понимается вот настоящий класс незыблемость незыблемость подходов за двадцать лет ничего разговора что я учусь уже не знаем тенге отчет сейчас после того как нашу передачу просмотрят доложат куда надо может быть послание от путина они засекречены будут кто знает полючные ничего такие стрессы нет пока 20 лет до 20 лет не все уже хватит время историческое исчерпано решать придется здесь и сейчас прямом смысле слова друзья но надеюсь мы вас все-таки сегодня немножечко в меру скромных сил повеселили и вдохновили и вдохновленное вдохновение валид меч ну что я вас благодарю как всегда за содержательные глубокий разговор и за то что вы очередной раз меня вырываете из уныния и возвращаете оптимизм да конечно это сейчас я это уже говорил что как-то вот мы же в последнее время выходили в онлайне как-то стал я впадать в апатии тем нефть у меня очень нельзя позвали до портится цветовой день мешается витамин приходится восполнять из внешних источников поэтому спасибо вам большое друзья ну а если вам понравилось ставьте ставьте лайки этому эфиру кстати хочу вам сказать что в последнее время в рутубе давайте подтвердим слова марка фигина упал дамска просмотр потому что как считается что вроде как фильтрует сейчас русский сегмент youtube ну чтобы на выборы не повлияли до в соединенных штатах хэш мы не повлияем на выборы в соединенных штатах уже но пожалуйста ставьте лайки перепущу или почем выпущивается этот эфир ну а мы как всегда вдохновленные ваши всегда позитивные и немножечко в какой-то небольшой пропорции критической реакции вы нас таким образом мотивируете двигаться вперед двигаться вперед снимать следующие выпуски и выходить к вам а это для нас тоже важно спасибо вам будьте здоровы до свидания до свидания